В Алматы 45 семей могут остаться на улице. Застройщик намерен выселить жильцов после 5 лет проживания. Люди якобы заселились незаконно, и это самозахват, а заключенная сделка недействительна. При этом все документы на правообладание квартирами у жильцов есть. В запутанной истории разбирался Дамир Анитов. Люди купили квартиры в этом ЖК в 2018 году. 5 лет беззаботной жизни, и вдруг появляется застройщик и заявляет, что их сделка недействительна, и жильцам нужно покинуть квартиры. Возмущение предела, как это может человек остаться без своей собственности, без денег, практически на улице. 8 собственников лишают имущества, хотя у нас есть. Мы все купили это имущество через нотариальный договор купли-продажи, нам дали фискальные чеки, нам выдали ключи, разрешили сделать ремонт. На протяжении 5 лет мы пользовались данным помещением, и через 5 лет у нас отнимают это имущество. В трудной ситуации оказались не только владельцы квартир, но и коммерческих объектов. Так, социальный центр, где проходит лечение больше 200 детей с ДЦП, тоже должен закрыться. Тем, кто помогает в реабилитации, теперь самим нужна помощь. В ситуации получается, что абсолютно всем все равно, что никого не волнует, куда пойдут эти дети, где будем заниматься, потому что здесь устроено, здесь сделан ремонт, здесь специализированный скалодром, специализированный заезд, здесь очень много усилий вложено. По словам пострадавших, представитель застройщика, ставившая подписи на сделки, находится в России и не желает выходить на связь, а юрист компании не отвечает на звонки. Мы хотели прояснить ситуацию, взять интервью застройщика, однако в открытых источниках мы нашли три адреса, но во всех трех эта компания никогда не находилась. Сейчас мы находимся по адресу Сатпаева, 35А, здесь находится нотариус, и здесь слышать не слышали об этой компании. Не находится здесь эта компания. То есть налоговая приходит по сравнению? Да, налоговая приходила, какие-то кредиторы, по-моему, приходили. Их нету здесь, не были. Выяснилось, что пострадавшие уже не раз обращались в полицию, однако прокуратура трижды закрыла дело. С чем это связано, в госоргане обещали ответить на днях. Дамиранитов, Рината Булхаиров, Информбюро.